Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я приветствую вас на канале Процветок. В Беларуси конец июля, разгар урожая кабачков. Погода стоит жаркая, влажная, чуть не каждый день. Дождь, температура 25-27 градусов. Самое-самое благоприятное время для роста кабачков, для уборки урожая. И мы, конечно, не можем не поговорить о тех проблемах, которые могут возникать при выращивании кабачков. Конечно, кабачки, как и все тыквенные растения, чрезвычайно чувствительны к различным заболеваниям листа. В первую очередь, это мучнистая роса, пероноспороз, ну и другие болезни, которые характерны и для арбузов, и для дынь, и для огурцов, ну и для кабачков тыкв в том числе. Вообще, кабачок является разновидностью тыквы твердокорой. Слово твердокорая не должно вас здесь смущать. Это не значит, что у него кожура очень толстая. Это просто видовое название растения. Твердокорую тыкву всегда можно узнать по ребристому такому вот хвостику. Есть второй вид тыквы, который тоже часто возделывается. Это тыква крупноплодная. У нее хвостик круглый, а вот у твердокорой тыквы он всегда ребристый. Ну, стоит здесь напомнить, что и патиссоны, и кабачки, и цукини разновидности кабачков, и вот эти тыквы, которые осенью созревают с таким ребристым хвостиком, стебельком, они все друг с дружкой переопыляются. Вот здесь вот в магазине я покупал семена. Вот это явно какое-то недоразумение, потому что все они должны были быть вот такие, но вот одно растение попалось и вот такое. Это просто было какое-то переопыление с тыквой, ну или с чем-то таким другим. Но вернемся к проблемам. Проблемы сегодня хочу затронуть проблемы плодов именно при выращивании, при снятии плодов. С чем можно столкнуться? Первый тип проблемы, это даже не инфекционное заболевание, это вот такая вот деформация плода у кабачка. Когда вот он может быть здесь у шейки узкий слишком, потом может быть нормальный или весь нормальный, а в конце может быть вот такой вот, с таким вот хвостиком-носиком. Вот это проблема, это проблема опыления. Это означает, что пчела или другое насекомое, которое опыляло цветок, оно как-то неравномерно нанесло пыльцу на рыльце пестика, либо же она просто неравномерно там проросла, либо было какое-то повреждение рыльца пестика, и вот здесь в этот конец просто не проникла пыльца, не произошло оплодотворение. Семена здесь не сформировались, соответственно, плод здесь не нарастал. Такие проблемы характерны только для традиционных сортов, которые образуют плоды только в результате переопыления. В случае же протенокарпических гибридных сортов у них таких проблем не бывает. Но в то же время, как я всегда говорю, есть две чаши весов. С одной стороны, протенокарпики удобны, они не зависят от качества опыления. С другой стороны, у них не образуются семечки, а в семечках очень много пользы. Даже в таких водянистых, недозрелых, которые можно кушать, они чрезвычайно полезны. Об этом тоже не стоит забывать. Поэтому, вот когда вы видите вот такие плоды, старайтесь их удалять в юном возрасте. Ну вот, например, вот типичный случай, когда зависть есть, но она, к сожалению, не опылилась. Может быть, не хватило мужских цветков. Дело в том, что во второй половине лета, и мы эту тему как-то уже затрагивали, когда говорили о завязываемости тыквенных растений, о мужских и женских цветках, о протенокарпиках. Вот здесь может быть уже во второй половине лета не хватает мужских цветков пустоцветов. Несмотря на то, что они пустоцветы, на самом деле они все равно нужны, потому что они являются источником пыльцы. Вот такие завязи и вот такие завязи, конечно же, надо удалять. Почему их надо удалять? Потому что они являются источником инфекции. Вот они потом начинают загнивать на растении, на него селятся различные патогены. Вот здесь вот эта завязь уже была повреждена улитками. Это вот не слизни, это именно улитки повредили. Улитки предпочитают повреждать отмирающие растительные ткани. Слизни живые, а эти отмирающие. Вот здесь не образовалась плотной кожуры сверху, соответственно, она осталась тоненькая, вот как и на этом плодике, такая морщинистая, мягкая очень. И, соответственно, ее начали улитки подъедать. Это привлекает и улиток, но и слизни привлекает тоже. Поэтому надо стараться просто, когда вы видите такие завязи, удалять. Если у вас вот таких вот завязей слишком много, очень много, то то, что нужно сделать, это необходимо обработать растения препаратом завязь. Мы как-то уже тоже говорили о том, что вот гибериловые кислоты, гибериллины, которые входят в состав этих препаратов, бутон, завязь, они увеличивают долю мужских цветков. И если у вас пошло массовое образование вот таких недоразвитых плодиков у пчелопыляемых сортов или пчелопыляемых гибридных сортов кабачка, непротонокорпических, означает, что просто надо увеличить долю мужских цветков. Поэтому препарат завязь, помощь, надо по инструкции развести и опрыскать. Ну вот какие причины могут приводить к плохому опылению? Я походил по окрестностям, нашел соседское растение кабачка. Вот оно тут одно единственное в этом таком типичном белорусском огороде, где все рядышком и свекла, и картошка, и кабачок в том числе. Вот смотрите, вот мужской цветочек, вот он отцвел полностью. И вот смотрите, вот раз женский, два женский, три женский, вот раз, два завязи, вот женский цветочек отцвел. И вот здесь вот, вот мужской, и вот мужской. Значит, ну вот эти вот два мужских могут быть синхронизированы вот с этими завязями. А вот этим, к сожалению, уже пыльцы с этого же растения не хватило. Именно поэтому необходимо сажать все-таки несколько растений, желательно разных сортов. А как получить семена с одного сорта, не перепыленного, я вам, конечно же, расскажу только чуть-чуть позже в другом нашем выпуске. Вторая неинфекционная проблема, которая связана с неправильным образованием плодов, это вершинная гниль. Не удивляйтесь, мы все привыкли к тому, что вершинная гниль поражает преимущественно томаты. Ну, еще может встречаться на перцах и иногда на баклажанах. Но на самом деле вершинная гниль также характерна и для тыквенных растений. Она поражает и дыню, и арбуз, и кабачок, и иногда даже огурец. Хотя огурец в меньшей степени, потому что все-таки мы ему гораздо больше внимания уделяем. Вершинная гниль, как и у томата, формируется на завязях, причем она может формироваться и на более взрослых растениях, но характерным признаком является то, что всегда повреждается кончик. Это может быть и на таких более молодых плодах заметно, а это может быть и на более взрослых плодах заметно. Причем можно вот сразу не заметить вот эту вершинную гниль. И если она возникла вот на такой вот завязи, то наполовину кабачок может вырасти, а наполовину оказаться гнилым, потому что он начинает с кончика вот этого подгнивать. Ну, характерно является то, что вот он, тут формируется полость такая же, точно такая же, как и у томата, точно такая же гниль. Ну, и если поражается плод вот в такой вот молодой стадии, вот такой совсем молодой, вот характерно, что он вот отсюда начал поражаться, он может достаточно быстро сгнивать, также потому что на нем селятся всевозможные патогены. Вот эта ткань, мягкая, с недостаточностью питательных элементов, она является чрезвычайно уязвимой для инфекции. Поэтому, опять же, если вы заметили вот такого рода плоды у себя на посадках кабачка, их надо удалять своевременно, как можно быстрее, потому что они являются разносчиком различных заболеваний, ну, и, как я уже сказал, привлекают туда и слизни, и, соответственно, улиток. Ну, это не очень хорошо. Каким же образом бороться с этой проблемой? Эта проблема также возникает преимущественно во второй половине лета. Кабачки уже огромного размера, они уже растут, они дают много плодов, и в этот самый момент иногда мы забываем о том, что их надо подкормить, что их надо обработать с различными питательными составами, что необходимо сделать профилактические меры всевозможные. И вроде мы снимаем, снимаем, снимаем урожай, а потом в одночасье раз, и у нас начинаются всевозможные такого рода проблемы. Ну, и уже, может быть, ночи где-то немножко прохладнее станут, но это больше к августу месяцу относится. Соответственно, необходимо проводить своевременные подкормки. И кальциевые подкормки по листу, и кальциевые подкормки под корень. Ну, опять же, надо обязательно напомнить, что и у томата, и у остальных растений вершинная гниль возникает не только как реакция на недостаточность кальция, она также возникает как проблема очень сухой и очень влажной почвы, чередования сухих и очень влажных периодов. Ну, когда слишком жарко, когда действительно засуха, когда просто питательные вещества не попадают сюда, в вот это окончание, вот в этот конец плода, и, соответственно, он испытывает дефицит питания, и, соответственно, здесь формируются вот эти вот недостаточности и гнили. Ну, конечно, кальция в первую очередь. Поэтому все те же самые мероприятия, которые мы рекомендуем для обработки томатов в защищенном грунте, они же все касаются и томатов в открытом грунте, они же все касаются и кабачков, а при профилактике фитофторы те же самые составы в полной мере касаются и профилактики пероноспороза, потому что фитофтора и пероноспороз – это весьма-весьма родственные организмы, ни тот, ни другой не является грибом, а является такой недоводорослью. Поэтому мероприятия, направленные на защиту от фитофтороза, они же будут помогать и искоренять или же профилактировать заболевание пероноспороза. Ну, и в конце напомню, что при сборе урожая кабачков и пропатиссоны, конечно, ни в коем случае нельзя забывать. Очень вкусный овощ. Ну, у меня он вырос такой здоровенный. Вообще его надо собирать вот такого размера небольшого, готовить, консервировать. Очень вкусно. Ну, и кожура здесь счищается прекрасно, поэтому тоже он очень вкусный. Итальянцы, если бы увидели вот такой вот кабачок, так, наверное, вообще пришли в ужас. Они, наверное, едят только такие. Ну, а и таким тоже найдется место на кухне. Так вот, при сборе кабачков надо помнить, что предпочтительно надо иметь одежду с длинным рукавом, потому что листья кабачка колятся, раздражают кожу. И для того, чтобы не иметь проблемы в будние дни после выходных, после сбора кабачков, если вы только в выходные дни бываете на даче, соответственно, необходимо одеть соответствующую одежду, перчатки, для того, чтобы не иметь проблемы с раздражением кожи. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Ну, и небольшой бонус этого выпуска. С кабачками в этом году просто беда. Девать их не знаю куда. Вот совершенно обыкновенный стандартный сорт. Как видите, здесь одни сплошные завязи, женские цветки. Вот здесь вот один мужской появился, отцвел сегодня. Ну, и слава богу, опылил эти завязи. Вывожу каждую неделю машиной. Не знаю куда уже девать. Икра консервируем, едим каждый день. Конечно, растений, это всего тут 6 растений кабачка на этой грядке и 4 патиссона. Всего-то и на все. Поэтому обработки за суху даже и какие-то правильные уходы, они способствуют тому, что растения хорошо развиваются, хорошо плодоносят. А то, что это традиционные сорта, то, что это такие семками, так сказать, сорта, они более сладкие, они более вкусные. И, как говорится, что хорошо для гипермаркета, не всегда хорошо для обыкновенного огорода, потому что надо помнить о очень высокой ценности, в том числе и недозрелых семян тыквенных растений. Они для здоровья очень полезны.